всем доброго времени суток асаламу алейкум солнечного кавказа вам мы сейчас находимся в кабардино-балкарии сад называется доман садах никогда работа не останавливаться но зимой ответственная работа по обрезке сада каждый на час немного разбирающихся в садах скажет нет лучше всего обрезать весной будет совершенно прав но поскольку объемы наших хозяйств не позволяют эту работу произвести в короткий срок весной приходится начинать с момента нападания листвы когда дерево ушел в покой и работа идет под практически кто не успевает до начала цветения я думаю в данном саду такой проблемы не будет обрезка будет закончена во время самое главное качественно так я правильно понимаю что здесь уже вот прошли как раз они тебя видно люди проходят обрезают да во первых какой принцип обрезка я смотрю очень много остается то есть отростков какой принцип нужно сохранять и ты вот хорошо заметил что почему листья слушай но я думал листья остались потому что мы просто естественно надо было потому что надо было ну давай очень интересно потому что я даже не обратил на это внимание я если честно я уже со слов отростки запомнишь на это ветки ветки бывают разных типов однолетний двулетний и многолетний а в принципе у нас сорт называется pink lady люди которые знают этот сок ты видели знают почему листья на деревьях потому что это один из самых поздних сортов в сделанных в россии можете есть позднее но я не встречал я не знаю есть хозяйство которые яблоки с этого сорта убирают в начале декабря чтобы вы понимали не октября не ноября декабря но в данном хозяйстве уборка закончилась числа 10 ноября поскольку яблоки убрали польза сорт поздний а падение листьев происходит чуть позже чем на других сортах на других сортах листьев уже нигде не осталось но это не мешает обрезке потому что вот обрати внимание кадр наверх отдай в принципе листьев не так много и это не мешает обрезке а почему очень много отростков остается но мысль придаем дереву форму пирамиды пирамидальная форма не верите но не супер верите но я не буду показывать как я людям объясняю что получить это ну может и потом вырежешь давай я покажу это интересный лайфхак душа люди не всегда понимают что такое пирамида вот смотри это уже масонские какие-то да 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 а что такое берите но поэтому придаем форму пирамиды и почему придаем форму пирамиды верите но конечно имеет место но верите но если честно намного сложнее потому что она подразумевает очень много факторов на которые ты должен влиять под то что некоторые всегда приходится перед уборкой обрезать для того чтобы получить то что ты хочешь а в условиях кабардино-балкарии пирамидальная форма в принципе является более актуальны у нас намного больше солнечных дней чем центральной россии ну конечно не больше чем краснодарском краю но климат располагает тому что пирамидальная форма помогает лучшей освещенности то есть обычного зрителя обозреватель наверно будет голове ассоциации форме елки то есть солнце светит сверх сверху и вы получаете равномерное освещение то есть верхние ветки не затемняет нижний ярус растений поэтому яблоки равномерно распределены по дереву и получается более качественный да и в количественные уважать чем больше отростков веток тем больше почек чем больше почек тем больше яблок в конечном итоге следовательно сейчас когда у нас идет обрезка это у нас в дальнейшем удлить и на окраску плодов которая будет формироваться и на наполнилось дерево совершенно верно и плюс один из факторов это освещенность и проветриваемость кстати про освещенность и прохождение ветра я буду говорить на семинаре который будет 3-го числа как обрезка косвенно влияет на то что у вас саду не будет парши ну не все люди попадут на обрез давай по парам раз однако вкратце смотрите грибок парши развивается только во влажных условиях то есть важным фактором для его развития является влажность ну и температура освещенность на что еще влияет влажность температура освещенность влажность воздуха влиять непосредственно на то как быстро высохнет дерево при высокой влажности воздуха дерево высыхает намного дольше чем дольше высыхать дерево тем дольше идет увлажнение тем выше вероятность заражения пошла то есть если вы сделали правильную обрезку осветлили крону воздух ходит спокойно перемеем благодаря течением ветра тега высыхать значительно быстрее и риск заражения резко падает слушая давай такой момент осветим ты сказал что это pink lady самый поздний убираемый сорт а именно принцип обрезки он как-то строится сначала начинают на ранних убираемых сортах или это зависит не имеет значения когда какой сорт обрезать на самом деле практически не имеет значения просто ранее сорта раньше осыпаются листья и раньше люди начинают есть пару сортов которые в республике обрезаются непосредственно в весной когда почки пробудились и видно что у нас конечном итоге станет яблоком что уйдет пустоцвет этот ну из таких сортов можно выделить наверно в сок фуджи многострадальный сорт фуджи но его вкусовые качества не оставляют никого равнодушным поэтому приходится идти на какие такие жертвы то есть очень тяжело определить на фуджи что из этого будет конечном итоге яблоком а что просто уйдет в ростовые процесс люди получается идут обрезают обрезки сбрасываются в середину они потом задисковываются либо как-то просто собираются и можно ли их оставить просто нет оставлять их ни в коем случае нельзя во первых это мешает и физическому виду сад то есть хозяин сада заплатил большие деньги за что посадите вы увидите у него ветки в виду еще это не самое главное но один из факторов самый главный фактор что это источники заражения то есть той же парши тех же насекомых листовой опад листовом опаде очень много спор парши перезимовывают и яйца различных вредителей есть специальные машины у них щетки на насадках она работает и собирает и листья и ветки затем за машинкой заезжает специализированный измельчитель веток и измельчает все это в труху то есть чему это способен меньшая фракция быстрее лаза гается и во время разложения какая-то часть из этого погибла то есть она собирает измельчает и здесь же разобраться питательные вещества такие как азот фосфор магний калия они возвращаются обратно а какая-то часть спор и я лиц погибать вместе с этим всем а выжигание не занимаются этим нет ну зимня 100 гектар сада ты это все вытащишь и где-то сжечь то тебе даст это женщин тм через сюда такой нагонит до конца жизни не успокоится на самом-то деле ну мелкие сады да они выносят граблями да лучше всего конечно это вынести условно говоря и жесть где-то риск того что что-то в саду останется значительно ниже но точно так же ты теряешь азот фосфор калий магний который ты потом в ночи следующем году если ты это восполняешь то никаких проблем ахмед смотри ты сказал что обрезка ведет либо пирамидальная либо называется веретено но смотря сейчас на сад сугубо по моему мнению непрофессиональному в этом плане что низ что вверх выглядит одинаково то есть нет этой формы я так понимаю что это еще не финальная обработка будет продолжаться конечно он вверх то ребята еще не обрезали они идут по низу ну в принципе если вы даже сейчас приглядитесь я не знаю на камеру тебя будет если засунуть вот так голову только не в отростки и вес покажем как раз мне кажется если ты сбоку подснимешь будет видно что дерево уже напрям обретает форму пирамид на самом-то деле просто листьев нету и тяжело так на первый взгляд сказать потому что глаз к этому не привыкши будет обрезать это на подъемниках на платформе слушай ну тогда резонный вопрос а почему за одну операцию это нельзя делать приходится же в несколько раз по одному и то же место прохну давай начнем с того что физически это невозможно то есть ну вот сейчас мы за ребятами поставим платформу они не будут успевать не изобрезается дочь вот давай поделим дерево по частям снимаешь раз два три 4 и верхняя пятая часть в принципе ребята обрезают разом раз два три кто-то даже выше старается лезть потому что им же самим этот верх обрезать чтобы потом не парить то есть три пятых работы ведется снизу а на платформе работать не один человек на платформе стоит шесть человек шесть человек поделить две пятых работы на три человека который на этой стороне и они получается даже одну одну восьмую часть не будут выполнять они естественно догонят и это будет минут так и либо одни будут просто да 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 либо другие поэтому ребята сначала спускаются заканчивают весь сорт снизу потом поднимаются на платформе и сами же обрезают вверх и плюс банальная вещь а вам сейчас покажу если низ не обрезан когда ты режешь верхушку очень много веток остается на дереве которых надо с которой надо скидывать это тоже дополнительная работа а на дереве оставлять ветки нельзя во-первых мешает саму дереву потому что как я вам уже сказал источники заражения всеми вредителями и заболеваниям плюс эстетический вид как я вам уже сказал хозяин сада заплатил такие деньги деньги не для того чтобы здесь висели висели отростки слушай а сейчас обрезка никак не сказывается на дереве высокодвижения нету нет совершенно просто смотрю что вот только недавно проходили что видно прямо среза если будет сейчас мороз сильный ничего страшно ничего страшно в принципе на кавказе таких морозов чтобы повредить дереву практически не бывает данном случае это подбой м9 он морозостойкость удерживать до ну до минус 25 обычно ну садоводы не переживают сказать что в республике часто бывают морозы минус 25 это наверное соврать на моей памяти я такого не помню я 7 лет садоводстве были морозы минус 22 минус 21 и не так как центральной россии это день-два задержания идет и все в принципе таких проблем у нас никогда не бывает то есть не ведется обрезка при морозе минус 7 и ниже уже до резко останавливается сказать что может повредить дереву ну наверное косвенно может повредить дереву чаще всего просто физический труд таких морозах вся не окупает человек либо заболевает потому что он физически работает руки задействованы он запотевает и замерзает в конечном итоге заболевает вот высоты дерево где-нибудь вам показать морозобойный я не могу морозотрещины не могу бывает что после среза идет отмирание какой-то части древесины ну здесь здесь такого тоже не присутствует это может быть связано как с морозом может быть другими погодными явлениями то есть в принципе вся республика нас зимой обрезать ни у кого с этим проблем не так здесь же ребята уже прошли обрезан да то есть мы видим срезы но объясни почему тогда хорошо вот этот обрезали момент вот здесь почему то это все осталось вот это как понять какую обрезать какую нет насколько густота должно какой-то принцип не смотреть давай начнем с того что проблема этого сорта в этом году была низкая загруженность что вызвало обильный рост дерева то есть ты подошел дереву который уже механически обрезана и люди вручную обрезали это специально идет техника который мих обрезку совершать и чтоб ты понимал каждый каждый средств каждый средств вызывает у эффект ответную реакцию то есть нужно восстановить ранку нужно заполнить пространство нужно расти в связи с чем если я сейчас начну резать все подряд как ты хочешь осветлить и не я нанесу дереву больше вреда чем пользу это первое потому что дерево будет давать много ответные во вторых на дереве всегда должен быть баланс веток вот смотрите вот это у нас трехлетний трехлетняя ветка на ней есть почки не факт что они будут яблоками угадать тяжело на ней есть однолетний прирост на однолетнем приросте редко когда закладывается почка очень редко чаще всего почки мы наблюдаем на двулетнем приросте вот смотри приблизь камеру чтобы люди видели вот и 1 . 2 . 3 . вот мех обрезчик связал однолетний побег в ванны срез он будет заживляться дольше что поможет сдержать вас дерево что то есть нам нужно выдерживать баланс нам нужны двулетние ветки однолетние верты и многолетний вид многолетние ветки нужно держать в нижней части дерева то есть ну и в верхнее но самое главное чтоб 2 летней трехлетние ветки были в нижней части дерева так называемой база дерева люди и слова база почему-то воспринимает легче мы когда объяснём базовая часть дерева база для чего нужна базовая часть дерева первое для чего ее используют агрономы это для сдерживания роста многие могут заметить что нет базовая часть не может держать такой обильный рост да не может но ни один принципе элемент не сдерживает рост дерева в совершенстве то есть вы работаете в купе если вы создали базовую часть дерева ну даст здесь сдержание роста она в лучшем случае вам даст 20 процентов но это тоже мало верят ну вот вы сдержали 20 процентов будущего роста дерева вы провели корни подрезку весной тоже помогло вам держать дерево на 20 процентов сократили азот содержащие удобрения до необходимого не перебор не минимум а плюс сделали качественную обрезку верхушки дерева и во время цветения поработали регалиста который тоже дает эффект хороший там 30 40 процентов вот считай давать просто математику включим 20 процентов ну хорошо откинем 20 потому что меня будет комментариях парафин скажем 10 процентов корни подрезка тоже 10 процентов не дают не комментатор и приголис условно гадал 30 процентов мы уже 50 процентов энергии дерева сдержали куда на эту энергию направить на закладку почек вот и все это простая математика это и взяли по минималке туда да то есть ну не в идеальных условиях просто плюс верхушка еще процентов 10 ну 60 процентов роста который пошел бы просто ветки в образование листьев ненужных лишних мы направлены то чтобы заложить почки почки дают нам яблоки яблоки мы продаем получаем деньги и хозяин сада довольно и покупает полидон все правильно это самое важно да вот для чего ну всегда нужно работать в системе нельзя вот люди говорят нам купите наш кальций и вы забудьте за проблему подкожной пятнистости такого не бывает чтобы забыть за проблему подкожной пятнистости нам нужно провести качественную обрезку какую сдержать рост мы создаем базовую часть 2 дерева мы создаем баланс в середине дерева и создаем правильную верхушечную часть дальше мы идем корни подрезка останавливаем рост дерева мы останавливаем бегали сам рост дерева и в конечном итоге кальций который ушел бы в новый рост веток идет туда куда должен идти в яблоко а потом когда этот рост прекращается когда кальций уже не может по саму плоду перемещаться в другие его части мы начинаем давать уже кальций на лист вот тогда когда мы провели вот эти все мероприятия кальций помогу побожет подкожной пятнистости в любом деле всегда работает совокупность а так вот одного решения да не бывает я не понаслышке знаю проблем подкожной пятнистости в республике я один из первых кто как-то столкнулся с этой проблематикой потому что я работал в крупном саду и когда-то были проблемы но оказалось проблемы наши не были проблем проблем глобальным то есть у людей были еще большие проблемы также в республике ты миши негда же по всей республики мы думали после холодильника 5-7 процентов это катастрофа выход подкожной пятнистости а у людей были до 30 до 40 процентов по сути полурожая можно да 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 но мы добивались сокращения то есть поэтапно также что на это все влияет дождевое питание ну или полив то есть лишний полив новый рост это точно также плод слишком быстро растет и кальций не успевает за ним точно также по проблем подкожной 5 месяцев то есть вот просто за один кальция вам рассказал столько всего чтобы наш кальций реально начал вам помогать сколько всего нужно сделать то есть вы должны при при по питанию сделать в этот балансировку то есть убрать лишний азот давать дереву то что ему нужно раз вы должны по обрезке поработать вы должны гормонами поработать чтобы остановить рост вы должны с поливом поработать и только потом то что мы начнем давать кальций на лист начнет свой результат показывать То есть тот вариант, когда отработаете кальцием, у вас все будет хорошо? Такого не бывает. Панацеи не бывает, это так не работает? Не бывает. Я еще не видел такого. Да, может быть люди, которые 15-20 раз кальцием обрабатывают, сокращают процент подкожной пятнистости. Заработали они вообще что-то, когда они 15-20 раз применили этот кальций? То есть процент, который не сэкономили, если перевести на препараты, которые они потратили, что они получили в конечном итоге, я не знаю. Плюс, когда ты работаешь в системе, все вместе начинает работать. То есть ты получаешь стабильный урожай, ты получаешь стабильный рост в ветках, ты получаешь постоянный доход, потому что стабильный урожай влечет к постоянному доходу. Ты говорил, что очень густо было. Вот не обрезанная часть. Да, мы зашли в часть, где обрезка за нами. Люди как раз идут, они суда-сюда дойдут. Слушай, ну я думаю, что здесь как раз резонным будет спросить, каковы последствия отсутствия обрезки, либо ее некачественного поведения? обрезки последствия может быть на следующий год не сразу не получится но скорее всего получите вообще обрезка регулирует много факторов саду ну давай самое очевидное это уважаемость 2 осветленность качество уже и третье один из многих факторов это постоянство уже то есть если вы не обрежете деревья вы можете прийти к тому что а у вас будет очень много яблок кто-то скажет очень много яблок хорошо но эти яблоки будут маленькими идея если это красноподные они будут не окрашенными и самое страшное это приведет периодичность теплодоношения то есть перегруз яблоками ведет дерево в такой стресс что вам придется два-три года работать не то чтобы прийти к тому что вы были три года назад то есть вы начинаете с обрезки вы регулируете нормировку урожая условно говоря вот на не обрезанном дереве наверно можно насчитать кучу почек что в конечном итоге у вас будет 400 500 яблок на дереве дерево такое физически просто выдержать не может она завяжется и начнет осыпаться в июне месяце она все не осыпется то есть из 400 осыпется 200 останется 200 200 это перегруз для такого дерева 200 яблок будут маленьким будут невзрачным будет некрасивыми никто долго не продаст но поскольку она потратила силу на то чтобы завязать сначала 400 яблок она потратила силу на то чтобы эти оставшиеся 200 прокормить дерево не направляет силы в новые почки которые закладываются как на следующий сезон до они закладываются тот период когда идет осыпание в июне идет осыпание яблок и первая закладка почек идет в июне в принципе закладка почки делится на три этапа об этом мне кажется на вебинаре озвучивал может то не знаю я думаю повторим летом идет физическая закладка почки вот покажи может что-то увидеть вы начинаете наблюдать кольчаток копитесь вот таких формирований может кто так сделать для того чтобы контраст был видно видно да осенью идет процесс деления внутри этого у нас закладываются пестики тычинки и все прочее и последний толчок у нас идет начале весны перед пробуждением почки идет последний усиленный такой толчок от дерева в этот момент принципе ты дереву ничем помочь не можешь условно говоря она спит и листовое удобрение не дашь единственного то что в почву люди рассыпают если была какая-то нехватка дерево вот это с почвы высосит корневой системы и отправить сюда но мы можем помочь дереву во время июньского завязывания то есть летом мы можем помочь дереву после уборки то есть то что мы рекомендовали давать кальдый цинк бор и азот как раз после после уборочными премиоприятия да не направлен это то есть если мы зимой делаем качественную обрезку у нас допустим принципе давай об математически попробую объяснить как нужно агроному размышлять но начинающим в среднем на гектаре три с половиной тысяч саженцев правильно в идеале для кабардино-балкарии стабильно получать 55-60 тонн с гектар то есть дерево чисто математически 18 20 килограмм но 20 это уже небольшой перебор ну дерево еще выдержу в 20 килограмм что такое 20 килограмм среднем самые крупные плоды которые не считаются слишком большими а до сетевых магазинов это где-то 180 грамм 180 грамм это где-то стоит яблок на дереве чисто математически на контрасте если она может 400 да 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 стоя 100 если вы имеете 100 яблок вы имеете урожайность где-то примерно 55-60 тонн гектар все то есть вы должны добиться того чтобы после обрезки у вас осталось примерно 250 там почек 250 почек в идеале могут дать каждый по 5 яблок ну это так я условно что большая часть всегда не завязывается для чего и пчел загоняют для того чтобы лучше завязала случай опыления бог у вас условно остается после обрезки 250 почек завязалась условно говоря из них 150 в конечном итоге после осыпания вот после процесса светения фазу 10-12 миллиметров вы оцениваете количество яблок на дереве в среднем если вы сделали качественную обрезку и поработали на почке в прошлом году у вас наверно будет больше 200 яблок на дереве это тоже перебор да вы должны оценивать что во время июньского опадания там какая-то часть уйдет ну каждый сорт по-разному реагируют но я всегда закладываю там что не больше 25 процентов осыпется то есть у меня останется грубо говоря 150 яблок на дереве тоже перебор но 150 еще может что-то вытянуть но не каждый сорт реагирует на это допустим есть так так который на это никак не среагирует такой сорт как брэбун его перегружать и уже без разницы он даст тебе уважать такой сорт как грэнни смит он сам себя регулирует он скидывает лишнее дает столько сколько может не больше не меньше но такой сорт как фуджи как гала они очень сильно реагируют на избыток плодов на дереве то есть вы можете в этом году получить дерево 150 яблок да да при своими какими-нибудь операциями вы добьетесь все 150 яблок будет хорошего качества но следующий год вас пострадает и у вас будет не 150 яблок а в лучшем случае 30 40 яблок на дереве но это не работает поэтому мы химически прореживаем и оставляем где-то 110 грубо 120 яблок на дереве в идеале конечно но не всегда остается 150 иногда и больше закладывать иногда и 300 может яблок после цветения оказаться и по мере необходимости вы подбирать программу прореживания вы сохранили примерно 110 120 яблок потому что что-то осыпется там но всегда должны закладывать что человек тоже когда срывает не все правильно кладет контейнер что-то просто на землю идет что-то может с вредителями осыпется что-то техника собьет но в идеале вы должны понимать что вы должны в конечном итоге дать человеку 60 ну потолок 60 тонн с гектара это такая нагрузка даст возможность что у вас закладка будет на следующий год 110 120 яблок с дерева не сильно повлиять на закладку почек то есть даже наоборот поможет потому что яблоки являются одним из самых главных факторов сдерживания роста не будет урожая будет всегда сильный рост то есть все что я вам говорил до сих пор математически мы получили 50 процентов то что остановили рост яблоки могут до 100 процентов останавливать рост ну редко конечно но остальные 50 остановить нам урожай вот и все конечно в итоге мы не получили излишний рост я не говорю про весь рост то есть дерево будет расти чтобы человек ну зритель понимал что я беру то что лишнее лишний прирост у нас не будет метровых приростов то что недопустимо вот это мы останавливаем благодаря операции так мы с тобой получается перешли в другой блок там люди у нас обрезают вручную но там я так понимаю механизированная уже прошла да а здесь как раз она происходит это получается первый этап грубо говоря обрезки ну грубо говоря да для чего зачем сайт ну да я ну в принципе она логично потому что ручную дру дороже оплачивается и чисто людьми ходить не вариант или есть какие-то другие еще аспекты именно механизированная давай я в целом постараюсь объяснить то что ты говоришь тоже имеет место жить но как видишь после него все равно надо заходить что нам дает с точки зрения агроном механизированная обрезка ровную пирамидальную форму как ты видишь у него его лезвие она но не идет выборочно это длине оставлю это короче всегда одна и та же длина то есть ты понимаешь что у тебя равномерное освещение в любом случае будет самое главное ты получил если это зимняя обрезка механизированы второй момент когда дерево чуть обрезана к нему подойти и работать намного проще и человек физически упрощает свою работу раз и в третьих вот он задал ему длину как мы говорим как агроном и мы получили освещение но то что длина задана человек не задумывается затем нужно эту ветку мне укорачивать не нужно сделать это не делать и каждая ветка лишние средства экономия времени в конечном итоге человек за день может сделать больше чем бы сделать если бы не было них обрезки конечно итоге чаще всего наши садоводы ну из-за этого цену дерево не сбивают пока не мере ну в конечном итоге дешевле это не выходит но это происходит быстрее происходит качественный человек выигрывает за счет этого может быть со временем когда больше садов перейдет на механизированную обрезку люди начнут и дешевле за обрезку ну платить но не знаем это уже совсем другая а слушая я смотрю что вот он идет понятно что механизировано не сильно ли травмируется дерево при на в этом весь и вкус давай какую-нибудь толстую ветку найдем чтобы люди видели вот диста постараюсь объяснить вот посмотрите видите срез какой он в ванной и неровный сейчас я срежу примерно такой же толщины вот два разных срезов вот этот гладкий срез он же заживет намного быстрее и из-за этого у нас быстрее либо отсюда почка пойдет новое и вас пойдет либо допустим если в данном случае у нас был переход если здесь был выкладки сразу быть зажило бы и отсюда пошел бы новый сильный рост но поскольку у нас рваный срез дереву нужно потратить больше сил на то чтобы заживить этот срезы в конечном итоге рост уменьшится а когда человек уже будет проходить он не будет уже этот срез трогать этот срез не трогается ну конечно если это неправильный срез допустим как в данном случае вот нам нужно выбирать один из двух мы оставим этот потому что он поддерживает естественное направление но если допустим у нас два одинаковых среза мех обрезчик допустил сейчас я постараюсь вот данном случае и допустим у нас вот этот был бы не обрезан и я бы дал бы преимущество тому кто то что мех обрезчик подрезал такое тоже встречается очень часто то есть мы даем преимущество тому сразу который сделано меха мех обрезчиков потому что как я уже объяснил он заживает дольше эффект от него выше слушай если срез и ведь была толстая обычного дома где-то в каких-то таких условиях есть возможность замазывают раны ну саду понятно это не саду для чего и делается первые обработки медью вначале обеззараживание то есть зимой в принципе никто не развивается холодно напасть может прийти чаще всего когда установилась постоянно дневная плюсовая температура в принципе чтобы дерево пробудиться но так усредненно принимают что в течение 20 дней должно быть среднем плюс 5 температуру и тогда делай просыпается то есть чаще всего для республики это начало марта конец февраля начало марта и чаще всего первую медную обработку стараются делать в покой чтоб как раз обеззаразит вот эти факторы и второстепенно мы уничтожаем запасы первичной парши помогать а так да тогда же в крупных садах если были какие-то проблемы с обрезкой и приходится делать грубые большие срезы тоже замазывать на самом деле это редкость такая но бывает когда изначально сформировали дерево неправильно не дали нужную форму она заросла и пришлось убирать толстые ветки тогда делается но лучше всего используя для этого обычный садовый вар люди смешивают можно магазине купить главное просто обеззаразит это место ну есть конечно люди которые там углубляются начинают свои формулы придумывать ну если вы в промышленном саду этим заниматься не стоит вы должны помнить всегда что это промышленный сад что вы должны где-то пожертвовать количеством либо качеством чтобы условно говоря если вы уделите лишнее время одной операции вас может пострадать другая операция промышленный сад этого не прощает вы должны понимать что лучше получить с целом по всему саду 8 из 10 чем получить на отдельном сокте 10 а на других всем конечно методе страдает финансовой составляющей лучше все продать по 100 рублей за килограмм чем продать 10 процентов уважаю за 120 все остальное за 50 сэкономил за работу да 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 должен понимать что где-то приходится чем-то жертву